Похоже, у меня здесь есть союзник. Наверное, стоит сходить в крипту сегодня вечером. Я ведь должен дать ему ответ к утру. Сено. Наверное, у них тут есть животные. Опасно оставлять сено просто так. Если оно загорится, будет много неприятностей. Зачем мне класть сено в карман? Добро пожаловать, Макс. Добро пожаловать в мое царство. Тебя ждет награда, но ты должен ее заслужить. Прозри сквусь пелену невежества и прими мою истину. Каменная гробница. На ней написано «Здесь покоится нетерпеливость». Гробница со словами «Здесь покоится нетерпеливость». Да, это слово тоже есть в записках. Рельеф с зеркалом и надпись «Здесь покоится гордыня». Похоже, это казнь. Нет, скорее жертвоприношение. И кажется добровольная. Герб с пятью символами. Очевидно, они имеют религиозное значение. Если комментарии библиотекаря совпадают с тем, что написано на гробницах, значит, маловерие – это пятый пароль. Здесь покоится жадность. Символ весов, связь с записками библиотекаря очевидна. Здесь покоится отчаяние. Точно! Последние слова в записках библиотекаря. Надо взглянуть на них еще раз. Гробница со словами «Здесь покоится нетерпеливость». Да, это слово тоже есть в записках. Если послание верно, здесь должна быть потайная дверь. Мне нужно только ее открыть. Там темно. Невероятно. Это все оригиналы. Тысячи людей видят подлинник картины каждый день. По крайней мере, я надеюсь, что это подлинник. Невероятно. Это все оригиналы. Там видна какая-то дверь, но лучше туда не ходить. Кто знает, на кого я могу там наткнуться. Это оригинал. Интересно, хоть кто-нибудь подозревает о том, сколько подделок выставлено в галереях по всему миру? Браузер открыт. Как им удалось подключиться к интернету? Из-под земли, в глухом лесу? Для меня загадка. Похоже, братство все-таки контактирует с миром. По крайней мере, с помощью модема. У меня есть дела и поважнее, чем писать письма и бродить по сети. Обычный ящик, используемый для доставки. Правда, довольно большой. Прибито гвоздями. Интересно, этот ящик должен отправиться в Роттердам. Номер груза RTCS 234456. Интересно, кто его оттуда должен забрать? Нет смысла отдирать адрес коробки. Один из четырех гвоздей, который держит крышку ящика. Так, что тут у нас? Что же здесь может быть? Вне всякого сомнения, что-то важное. И это будет нелегко открыть. Тысячи людей видят подлинник. Тысячи людей видят подлинник. Это оригинал. Интересно. Тысячи людей видят подлинник. Это оригинал. Интересно. Тысячи людей видят подлинник. Невероятно. Это все оригиналы. Тысячи людей видят подлинник. Тысячи людей видят подлинник. Без сомнений, это оригинал. Тысячи людей видят подлинник. Невероятно. Тысячи людей видят подлинник. 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 Невероятно. Вот она, картина из Эрмитажа. А вот и другие картины, которые там выставлялись. Похоже, они подменили куда больше картин, чем мы полагали. Я не могу носить их с собой. Нужно придумать, как вывести их отсюда незамеченными. Надо сообщить своему секретному помощнику, что я над этим работаю, а потом отдохнуть. Я слишком устал, чтобы сейчас что-то делать. Субтитры создавал DimaTorzok Может мне написать ответ на послание чернилами из той средневековой чернильницы на столе? Не могу дождаться, чтобы посмотреть на лицо Останковича, когда он увидит не только украденного Долароша, но и эти две картины. Ну, это если мне удастся выбраться отсюда живым. Я нашел, что искал. Теперь надо придумать, как это отсюда вытащить. Как только я это сделаю, сразу же дам дёру. Что теперь? Субтитры создавал DimaTorzok Нет, больше здесь. Не хотелось бы мне проводить здесь ночь, но выбора у меня нет. Я могу только ждать завтрашнего дня и надеяться, что получу ответ на мою записку. А также надеюсь, что эта ночь первая и последняя здесь. Эти сны. Хорошо, что наступило утро. Ну, так ты вряд ли много узнаешь. Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени? Почти два часа. Два часа? Никогда в жизни так долго не спал. И голова болит. Они что, нам в еду что-то подмешали? Сомневаюсь. Я проснулся без труда. Я нашёл картины. Их тут три, все из Эрмитажа. Но ещё лучше, что я нашёл здесь союзника. Когда он будет в безопасности, мы сами сможем выбраться отсюда. Так что больше не рискуй. Ты уже пообедал? Да. Там был только я и Аббат. Он был очень задумчив. Когда ты не пришёл, он решил продолжить разговор позже. Хорошо, встретимся за обедом. Будь осторожен. Думаю, меня позовут к обеду. Пока что схожу к алтарю и посмотрю, нет ли там ответа. Надеюсь, никто не обнаружил тайник. Надо было ещё утром проверить, нет ли ответа. А вот и ответ. Ещё пока никто не обнаружил нашу тайную переписку. Здесь говорится, что нужно отключить сигнализацию и как-то устроить переполох. Если я хочу выбраться отсюда с картинами и вывести Андре, мне нужно многое успеть до наступления ночи.